Здравствуйте! С вами Несерович Екатерина и это «Новости in Poland» Тема сегодняшнего нашего выпуска Пять человек за рождественским столом Такую цифру утвердило правительство Польши Новая рождественская елка на рыночной площади во Вроцлаве В Польше охранник магазина «Бедронки» избил клиента Экоактивисты разделись догола в центре Вроцлава Коронавирус не помеха Во Вроцлаве уже пять лет работает крупнейший гастрономический базар А теперь подробнее Правительство Польши утвердило ограничения, связанные с пандемией во время празднования рождественских праздников Правительство уже приняло распоряжение, ограничивающее количество лиц, которых можно пригласить к себе домой на период рождественских праздников Согласно регламенту, до 27 декабря этого года запрещается организовывать сборы Включая мероприятия, встречи и собрания любого типа, кроме сборов до пяти человек Которые проводятся в помещении или здании, указанном в качестве адреса места жительства Или пребывания человека, который организует вечеринку или встречу Однако в эти ограничения не входят лица, которые организовывают встречу И людей, проживающих в том самом доме или руководящих собранием На практике это означает, что согласно заявлениям правительства На рождественские встречи можно будет пригласить не более пяти человек То есть людей, которые не проживают в одном доме с организатором мероприятия Есть несколько исключений Разрешены совещания, тренировки и экзамены по медицинским профессиям Лекции, связанные с получением водительских прав, а также судейством В магазине H&M во Врославе на улице Свидницкая Активисты Экстейшн Ребелион организовали протест против гиперпотребительства Блэк Фрайда уже в целом богатом свете Это международным святом консумпции Где фирмы, склепы, используя агрессивный маркетинг Захэкают нас до закупу Захэкают нас до закупования rzeczy, которых мы часто не потребуем И в этот способ не только непотребно выдаем наши собственные деньги Но нискиваем нашу жизнь, наших детей, нашего края и природы Основная проблема, на которую указывают активисты и активистки движения Это прогрессирующая климатическая и экологическая катастрофа На сегодняшний день мы уже несем достаточно большую ответственность за изменения климата Хотя не все мы в равной степени ответственны за это Особую ответственность за эти изменения несут люди с самым высоким доходом То есть владельцы крупных корпораций Особенно компаний по производству одежды В знак протеста против системной эксплуатации людей и природы Около 12 дня обнаженные активисты приклеили свои руки к витрине магазина Их тела частично закрывали таблички со словами Я не поддерживаю эксплуатацию Потребление убивает нас Я не поддерживаю капитализм Я не плачу за катастрофу И я предпочитаю быть обнаженным Женщины избравшую такую радикальную форму протеста подчеркивают Что им также важно обращать внимание на положение женщин в швейной промышленности И роль женского тела в культуре То, что у нас тут, консументки и те олеглые, как впояно нам, ОСОБЫ и их истории То опреска во время женщин Женщины работающих за смешные деньги в краях глобального поутня Но мы тут тоже jesteśmy оферами Кажет нам себя тримать окресленного канону «пиэкна» Подожить за трендами Спелнять оценивания взглядом выгляда нашего тела А то меньше, чем нам так на правде кажется Поэтому сегодня наши тела Са нашим наржением протеста Руководство магазина вызвало полицию на место протеста И магазин пришлось закрыть для посетителей Полицейские пытали уговорить протестующих оторваться от витрин самостоятельно Однако они отстаивали свою позицию до 14.00 И позже им все же пришлось перерывать свою акцию Все лица сослались на акт гражданского неповиновения И отказались давать какие-либо объяснения на месте происшествия Они получили инструкцию и вызов на допрос Новая рождественская елка на рыночной площади во Вроцлаве К сожалению, из-за пандемии рождественская ярмарка в этом году отменена Несмотря на это, власти города решили хоть немного порадовать жителей И уже сейчас вы можете увидеть городскую рождественскую елку на рыночной площади Вроцлава Официальное открытие состоится совсем скоро 6 декабря На этот раз на городской елке будет преобладать зеленый цвет А не белый, как это было в прошлом году Помимо новогодней елки на рыночной площади Эти праздничные деревья будут также размещены на площади Новый Тарк и Новых Жирниках А световые украшения будут размещены на рыночной площади На площади Сольном, на улице Русской, Келбасниджей, Оджанской, Лавской и на части улицы Шведницкой Большинство жителей надеется, что несмотря на ограничения Город во время праздников сможет все же передать атмосферу Рождества Сбор праздничных игрушек в городе запланирован до 5 декабря Они будут присутствовать в городском пространстве до первых выходных после праздника Трех Королей В Польше охранник магазина безосновательно избил клиента, думая, что тот украинец На мужчину напал охранник, который работает в Бедронке в Кракове В минувший понедельник, 23 ноября, Георгий Станишевский ходил по магазинам Его сестре исполнилось 15 лет и по этому случаю он решил купить ей цветы и конфеты Я спокойно зашел в магазин, сделал покупки на кассе самообслуживания, чтобы не ждать в очереди Получил чек и спрятал его в карман куртки, отметил молодой человек Я спокойно вышел из магазина и медленно двигался к остановке Я был почти там, когда почувствовал три сильных удара в спину Нападающим был охранник магазина, где мужчина совершил покупки Он сказал мне, заткнись, украинец, а затем залил мне глаза щедрой порцией перцового газа Затем охранник надел на него наручники и затянул обратно в магазин, в социальное помещение Только там, на месте, мужчина убедил нападающего достать из кармана чек об оплате покупок Только тогда охрана сняла наручники и отпустила Георгия Обратившись к управляющему магазину, пострадавший не получил помощи О деле сообщено в полицию Георгий также сообщил в главный офис сети магазинов Бедронко об этом досадном случае И пресс-секретарь Управления защиты потребителей связалась с пострадавшим и извинилась за то, что произошло Как оказалось, пострадавшим был россиянин с польскими корнями Он живет в Польше с семьей уже 5 лет, а как год уже имеет польское гражданство Каждое воскресенье здание на улице Почковска, 26 превращается в оживленный рынок полной местных, региональных и зарубежных деликатесов Врославский базар для гурманов – это место, где базарная корзина может быть заполнена вкусными и полезными продуктами От традиционных до редких или еще недоступных на польском рынке Кроме возможности купить местные и региональные продукты, а также сертифицированные продукты органического происхождения У потребителей есть возможность попробовать блюда кулинарных блогеров, увидеть польскую и другие кухни во всем своем разнообразии Врославский базар Смакоши – это крупнейший базар во Врославе с уникальным предложением местных и региональных продуктов Уже около пяти лет он проходит каждое воскресенье Там вы можете приобрести натуральные продукты, пообщаться с производителями, встретиться с друзьями за ароматным кофем, послушать хорошую музыку и насладиться приятной атмосферой Это были все новости недели Смотрите нас каждую среду, чтобы быть в курсе актуальных событий И не забудьте подписаться Субтитры подогнал «Симон»